Вот, ну что ж, наша сегодняшняя тема, тема для библиотекарей, университетской библиотекой онлайн для читателя и библиотекаря. Так, да, функционал библиотекаря, все верно. Это у меня тут просто такое двухчастное название. Вот, сегодня мы займемся функционалом библиотекаря, вот, и поговорим о том, что же библиотекарь может и какие особые права у него существуют в университетской библиотеке онлайн, которую я, собственно, сегодня и представляю, да. Вот, я не буду здесь приводить те кадры, которые я обычно даю в вебинарах для конечных пользователей о нашей ЭБС, о некоторых цифрах и так далее. Сразу перейдем к делу. Итак, в университетской библиотеке онлайн, как в информационной системе. Да, 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 спасибо. Я уже получил информацию, Людмила. Большое спасибо. Я вас обязательно посмотрю, почему вы не получаете рассылку. Так, насчет материала. Материал вы можете скачать прямо здесь. Материалы по почте не рассылаются, так что просто нажмите на кнопочку файлы и скачайте отсюда, скачайте отсюда презентацию. Вот. Ну, собственно, я продолжаю. Итак, у нас есть четыре вида доступа. На самом деле больше, даже гораздо больше, но с точки зрения вузовской библиотеки этого достаточно. То есть у нас есть еще свои собственные административные уровни доступа, но об этом, собственно, не имеет смысл говорить на сегодняшнем мероприятии. Итак, с точки зрения вуза есть следующие уровни доступа. Это корневой пользователь или администратор. И, собственно, о его правах и функционале мы сегодня и поговорим. Это преподаватель вузовский, ваш внутривузовский преподаватель. Это студент или читатель, то есть конечная роль, конечный уровень пользователя, ради которого все делается. Но с точки зрения системы это младшая роль, то есть роль, в которой можно делать наименьшее количество функционала, позволяется иметь. Ну и также абонент организации. Отдельно я об этом говорить не буду. Это роль очень схожая с преподавателем, но без некоторых его функций. Как правило, абонент организации присваивается, роль присваивается административному аппарату вуза, который хочет в библиотеке присутствовать. Вот. Ну и еще раз повторюсь, мы сегодня поговорим о корневом пользователе, какие у него права и возможности есть в системе. В основном, так, сейчас я посмотрю. Возможно, я просто не предоставил права. Спасибо, что вы напомнили. Да, я разрешаю скачивание. И вы теперь можете... Спасибо, что напомнили. Да, забыл я расшарить свою презентацию. Теперь можно. По кнопке файлы наверху, прямо надо мной. Вот. Да, доступно. Презентация доступна для скачивания. Вот. Значит, функционал библиотекаря претерпел небольшие изменения за последний год, и о них я немножко скажу. Ранее, когда я вел подобные вебинары, обычно говорил, что весь ваш особый функционал располагается в вашем личном кабинете. А в личный кабинет доступ осуществляется по вот такому элементу интерфейса в виде треугольничка маленького, на который вы нажимаете, выпадает менюшка, где написано «Профиль», «Мой ВУЗ», «Статистика» и так далее. Нажимаете на любую из... Ну, кроме выхода из этих пунктов меню, ну, лучше на «Профиль» или сразу на «Мой ВУЗ», и попадаете в свой функционал. И он для вас... Это практически все, что у вас есть, отличное от других ролей. Ну, сейчас это частично не так. Частично не так по той причине, что часть функционала, которая ранее была доступна только библиотекарям, мы ее сделали доступными всем. Ну, в частности, такой функционал, как получение информации о новинках, которые пришли, обновления в нашей библиотеке. Вот. Поэтому там, где будут некоторые дополнительные информации о функционале, которые выходят за рамки личного кабинета, я об этом буду особо говорить. Кроме того, у нас появилась такая кнопка, она имеет общее название «Выберите действие». И эта кнопка располагается на многих страницах нашего... разных страницах, я имею в виду, нашей электронной библиотеки. Она контекстная и вызывает контекстные действия в зависимости от того, где она находится. Так вот, внутри этой кнопки тоже появляются... в зависимости от вашей роли появляются некоторые функции, которые доступны библиотекарям. Вот. Ну, об этом мы сейчас поговорим. А начнем мы все-таки с личного кабинета. Переходим в ваш личный кабинет, нажимаем на кнопку «Мой ВУЗ». И первая информация, которая у вас появляется или не появляется, если эта информация не заполнена, это информация о ВУЗе. Вот. И очень желательно, чтобы вы, как раз используя права корневого пользователя, библиотекаря, заполнили бы эту информацию о своем ВУЗе, логотип ВУЗе, описание ВУЗа, по возможности список преподавателей и структура ВУЗа. Вот. Тогда будут доступны некоторые дополнительные возможности для... в том числе не только для вас, но и для преподавателей. Вот. Ну, задерживаться здесь много не будем. Вот наш сегодняшний план. Какой функционал мы хотели бы рассмотреть с вами. Информация о подписке. Ну, конечно, тут неравноправные возможности некоторые. Чаще нужны, некоторые реже, но тем не менее обо всех расскажу. Информация о подписке. Здесь есть информация о том количестве и составе книг, на которые вы конкретно подписаны. И здесь есть такое вот предменюшка, где написано, что какие доступны разделы книг по каталогу вам доступны, какие доступны базовые коллекции, аудиокниги, карты, тесты, тренажеры и так далее. Вот. По каждому из этих пунктов меню выпадает кликабельный список. И по этому кликабельному списку можно уже вызвать конкретно само издание и посмотреть его. Ну, уже, собственно, можно почитать. Здесь, собственно, здесь хранится информация о всем, что доступно конкретно в вашей подписке. Хотел бы отметить, что наше ЭБС – это всегда больше, чем конкретная подписка ВУЗа. ВУЗ никогда не приобретает полностью все, что есть в ЭБС, поэтому вот здесь хранится информация конкретно о вашей подписке. Далее. Вот кнопочка движения фонда. Эта кнопочка, она полностью перешла… Видите, здесь вместо функционала хранится вот такая вот запись. Сейчас количество добавленного контента за выбранный период можно выгрузить на странице сервиса «Обновление контента». Нужно выбрать период, применить фильтр и нажать на «Выберите действие». Вот. Что же касается количества выбывшего контента, можно запросить его в отделе технической поддержки. То есть это некое действие по почте уже, потому что этого контента немного, и по нему есть нюансы, связанные с тем, что на самом деле контент, у которого подходят сроки окончания договора, скорее всего, будет продлен и останется. Вот. Ну и всякие иные моменты, о которых вам расскажет менеджер подробнее и, возможно, решит какую-то вашу проблему, если выведена из фонда какая-то книга, которая вам очень нужна. Вот. Значит, теперь, что касается первой части. Это прибывшие книги. Их можно посмотреть в «Обновление контента» и вот где это находится. Это находится вне личного кабинета. Сейчас я перелесну. Вот смотрите, этот скриншот сделан с главной страницы ЭБС. Вот. На главной странице ЭБС у нас есть стандартное менюшка, каталог, издательские коллекции, периодика, в том числе и кнопка «Сервисы». И под этой кнопкой есть выпадающее меню и в нем есть пункт «Обновление контента». Вот здесь теперь хранится эта информация. И повторюсь, эта информация теперь доступна не только в роли библиотекаря, но и в любой роли, которая существует у нас в ЭБС. Ну, это, в общем-то, наверное, достаточно правильно, потому что, ну, например, преподавателям тоже очень важно знать, что и когда нового пришло в библиотеку. Итак, нажимаем на эту кнопку и переходит в отдельно открывшееся меню, которое так и называется «Обновление контента». В этом меню мы задаем, давайте я попробую порисовать здесь, да, задаем начальный и конечный период времени, за который вам нужно узнать, собственно, обновление контента, да, и появляется эта информация. Скорее всего, этой информации будет очень много, потому что в месяц там приходит, ну, как правило, больше тысячи книг. Если вы там хотя бы два месяца не заходили в библиотеку, огромный список вывалится. Поэтому сервис обновления контента... сервис обновления контента снабжен фильтрами. Я хотел бы отметить, что это стандартный набор фильтров, который у нас работает как в каталоге нашем, так и в поиске, и вот здесь в окошке обновления контента. И это список фильтров по автору, по типу издания, по ББК, коду ББК, по уровню образования, там магистратура, бакалавриат, специалитет, по издательству, если известно издательство, и по году, начиная с которого года искать, ну, и по последний год. Вот. Вот. Применив эти фильтры, список уже может стать достаточно обозримым, и его можно каким-то образом использовать. И вы видите, что тут есть кнопка «Выберите действия», которую также можно использовать. И я сейчас посмотрю здесь у меня... Да, об этой кнопке чуть-чуть позже расскажу. Просто хотел бы отметить, что когда мы эту кнопку используем, то у нас выпадает список, в котором можно сделать много что. Можно сохранить этот список книг в Excel-файле, еще некоторые действия сделать, в том числе... Так, что здесь... в том числе сохранить этот список книг в виде кодов для АБИС. У меня на одном из последующих слайдов есть состав этого... этой кнопки, мы его посмотрим. Рассылка. Вы можете подписаться на рассылку нашей АБИС. Я хотел бы отметить, что это именно рассылка АБИС. Если вы получаете нашу информацию по рассылке Директ Академии, это совсем другая рассылка. Вот. Так вот, есть информационная рассылка. Это рассылка по... Здесь вы можете получать информацию о том, какие новые книги поступили по выбранным вами разделам каталога. Вот. Просто вам... Это некий аналог предыдущего пункта, где я рассказывал о обновлениях. Вот. Просто будете получать эту информацию по почте, по тем... По тем разделам каталога, которые вы считали нужными. Ну, и можете подписаться на новости. Новости, правда, у нас не так часто приходят в АБИС. Вот. Ну, тоже такая подписка. Возможно. Так. Следующий пункт, достаточно насыщенный пункт, это пункт пользователей. В вашей АБИС, кроме вас, библиотекарей, зарегистрировано еще какое-то количество пользователей. Вот. Ну, собственно, ради которых это все и затевалось. Да. Среди пользователей, как я уже сказал, есть роли преподавателей, студентов, абонентов организации, ну, и других библиотекарей. Вот. Ну, этих пользователей как-то надо подключать к системе. Для этого есть вот такой наш пункт, меню в котором, личного кабинета вашего. Это функционал чистой библиотекарей, ни у кого больше его нету. Функционал корневого пользователя. И здесь у вас присутствует... Так, сейчас я снова включу рисовалку. Присутствует уже какой-то список. Ну, скорее всего, если вы не только подписались на АБС, а уже в процессе работы находитесь здесь, точно находится какой-то список. Список всех пользователей системы вашего ВУЗа. Вот. Они здесь располагаются по некоторому принципу. Здесь их ID в системе, фамилия, имя, отчество, логин, e-mail, дата рождения, тип пользователя. Ну, вот это как раз та роль, о которой я говорил. Студенты, библиотекарь или... или преподаватели. Ну, и здесь же можно запись стереть, запись, убрать запись, отредактировать ее или послать уведомления этому человеку. Вот. Кроме того, у нас есть возможность добавить пользователя. Добавить пользователя можно в ручном режиме. Это самое простое. Если вам надо срочно добавить одного человека, вы добавляете фамилию, имя, отчество, mail, придумываете ему логин, а дальше вот выбираете тип пользователя, преподаватель, студент или абонент организации. Новых корневых пользователей вы вставлять не можете. Это, если вам есть такая необходимость, вы должны через нашу техподдержку сделать этот процесс. Вот. Ну, это если вы хотите добавлять пользователей по одному, то поступать надо так. Если вы хотите добавить сразу много пользователей, то можете сделать это при помощи специальной таблицы экселевской. и вот здесь есть кнопка, как, собственно, это сделать. Есть специальный формат файла, который здесь, он достаточно простой, приведен. Вот этот формат для этот формат для обновления данных, а вот этот формат для добавления данных. Вот. То есть, если абсолютно точно новые какие-то люди пришли, то можно вторым форматом пользоваться. Если обновить информацию, то первым форматом. Так, я так понимаю, это речь идет о вебинаре. Пришлось заново проходить регистрацию, хотя регистрировалось заранее. Не выслали ссылку на вебинар. Я думаю, что... Да. Ну, во-первых, когда вы говорите не выслали, надо иметь в виду, что ссылки рассылаются в вебинарной системе, а не нам. Не нами в ручном режиме. Я боюсь, что просто не все ссылки доходят. Любая рассылка, она имеет некий риск не дойти или попасть в ваш... вам в папку спам или даже еще на стадии прохождения вашего сервера, мейл-сервера, тоже может попасть в спам. Правда, от нашей вебинарной системы такое происходит нечасто. В основном доходят. Но иногда такое может быть. Да, что ж поделать. Вот. Ну, вы здесь, значит, эта проблема каким-то образом решилась. Ну, и последнее. Собственно, давайте все-таки вернусь. Последнее. Хотел отметить, что если речь идет о том, чтобы в самом начале завести пользователей в систему, то вы также можете полный список ваших пользователей с указаниями их ролей в виде Excel-файла относительно произвольной формы, желательно вот примерно такой же форме, как здесь показано, прислать нам. Вот. И наша техподдержка заведет ваших пользователей в систему. Вот. Это что касается управления контингентом. Далее. Показатели ЭБС. Ну, собственно, когда-то показатели ЭБС, если вы помните, были в бытность существования приказа 1953, были чуть ли не основным моментом, который требовался для отчетности ВУЗа перед проверяющими. Вот. Сейчас этого нет. Тем не менее, информация эта полезна, и мы ее оставили. Вот. Какая здесь информация есть? Информация численная и информация бинарная. Численная информация такая. Объем фонда, общее количество изданий, включенных в электронную библиотечную систему. Это те, там, примерно полторы сотни тысяч книг, которые обычно бывают у вас. как я уже говорил, это касается конкретно вашей подписки. Не нашей ЭБС вообще, да, а конкретно вашей подписки, то есть конкретно тех книг, которые взяли вы. Далее. Количество учебников и учебных пособий за последние 10 лет. Точнее, нет. За последние 10 лет вот в скобках дано, а всего дано, вот видите, тут по некому вузу 15 тысяч учебников. Количество учебно-методической литературы 4 тысячи, там, сколько-то не буду называть. Количество научных монографий, количество научной литературы, количество изданий художественной литературы, количество справочной литературы, количество представленных издательств, общее количество журнальных выпусков и количество наименований журналов всего и тех, которые входят в ВАГ. Дальше идет информация по изданиям отсортированным по укрупненным группам направлений подготовки УГСН и специальностей направлений подготовки. Туда включается только учебная литература за последние 10 лет. И здесь, видите, есть кнопка «Открыть». Вот эта вот кнопочка. Если я не буду показывать, что происходит, когда на нее нажимаете, и если вы на нее нажимаете, то открывается подробная информация по УГСНам. По какому УГСНу, что есть конкретно. Да, ну и эту информацию можно открыть, смотреть либо скачать. То есть, по каждому пункту можно скачать эти списки и посмотреть в формате Excel у себя на компьютере. А, да, все-таки тут есть. Видите, тут вот расшифровка по УГСНам. Вот. Здесь вот... Так, сейчас нажму еще раз. Здесь вот номер индекса УГСН. И здесь количество книг, количество изданий, прошу прощения. И здесь тоже кнопка «Получить эту информацию в Excel» полностью, чтобы с ней дальше работать. Вот. Ну, еще там есть некоторые показатели ЭБС, которые просто галочками показаны. Как эти галочки взведены. Это возможность работать из любой точки, где есть интернет, и так далее. Ну, как правило, они вполне естественные, поэтому я... Пункт с очень большой функциональностью – книгообеспеченность. И по этому пункту у нас просто... мы делаем отдельные вебинары. Последний раз вебинар по книгообеспеченности провел у нас наш сотрудник Артем Захватаев. Вот. С тех пор мы не проводили новые вебинары. Вот. Ну, и там тоже примерно на час вебинар. Так что, кто интересуется, пожалуйста, вот перейдите по этой ссылке. По ссылке можно перейти, скачав только презентацию. Внутри вебинара ссылки не действуют. Поэтому не пробуйте прямо сейчас тыкать на эту ссылку. Вот. А вот если скачаете файл, то все будет работать. Следующий пункт – получение информации для АБИС в формате Русмарк, ну, и в других форматах подобных. Вот. Вот где находится этот пункт меню. Ну, и, соответственно, здесь можно либо выбрать разделы, либо выбрать коллекции. Каждый из этих разделов можно выбрать один или несколько. И после этого внизу, вот там вот, да, где-то, вот такая система кнопочек появляется. Значит, вы можете выбрать формат вывода файла, четыре формата вывода. ISO Windows 1251 кодировка – это русская кодировка. Точнее, кириллическая кодировка. ISO UTF-8 – это кодировка Unicode, то есть там, где все языки поддерживаются. Дальше простая текстовая кодировка. Она интересна для того, чтобы просто просмотреть глазом это все. И кодировка XML, которая удобна, если эта информация будет использоваться вашими разработчиками для интеграционных всяких процессов. Это что касается кодировки. А что касается содержимого, оно может быть представлено в формате Rusmark, Mark 21 или Irbis. Вот, тоже надо выбрать одну из этих кнопок. Ну и, наконец, вы можете выбрать агрегирование. Одним файлом все, что вы заказали, или блоками по 100 записей. Один файл может оказаться очень длинный, и в нем будет трудно искать. Тогда лучше блоками по 100 записей. Ну, далее нажимаете на кнопку «Загрузить», и файл загружается на ваш компьютер. А вот далее здесь снова некая заглушка, которая, наверное, будет исправлена в ближайшее время. То есть, это, опять же, связано с нашими обновлениями. Движение фонда, оно нас отсылает снова к сервису обновления контента, в котором мы уже были. Напомню, что сервис обновления контента теперь доступен всем, но не всем доступны те кнопочки, которые выпадают по... Те возможны... Тот функционал, который выпадает по кнопке «Выберите действие». И давайте посмотрим, что это за кнопка «Выберите действие». Вот, видите, мы снова находимся в сервисе обновления контента. Как туда попасть, я вам уже показывал. И показывал вот эту кнопку «Выберите действие». В данный момент эта кнопка отжата. И с тем списком, который вот здесь находится, какой-то список из десятков или сотен книг, можно делать многое. Можно в Excel выгружать, как я уже говорил, это могут сделать все. А вот для преподавателей, для библиотекарей есть возможность сделать вот это. Этот список скачать в Росмарке, Марк 21 или Ирбисе. Вот. Таким образом можно получить информацию о новых книгах и только их скачать в этих форматах и дальше подключить эти книги к базе данных Абиса. кнопочка «Отказы», пункт меню «Отказы», прошу прощения, находится вот здесь. Недоступный контент. Это последний пункт меню на вкладке «Мой ВУЗ». Здесь мы находимся с вами. Вот. Здесь отображается информация о том, какие книги в нашей Абисе есть, но нет конкретно вашей подписки. Эти книги доступны для поиска, но недоступны для чтения. Если эта книга нашлась поиском и пользователь ее открыл страницу ее предпросмотра, то в этом случае у нас срабатывает некий счетчик и счетчик отказов. То есть человек эту книгу искал, нашел, но она недоступна. И после того, как вы эту информацию проанализируете, да, здесь возможна установка начала периода, конца периода, по которому вы хотите получить информацию об отказах. и вот она, эта подробная информация о том, какую книгу сколько раз запрашивали. Ну, и эта информация к размышлению на будущую подписку. Может быть, вам какие-то книги точно нужны. Еще и их можно отдельно приобрести по книжной комплектации или как-то еще. Вот. Дальше. Статистика. Статистика контента у нас претерпела, наверное, наибольшие изменения. Давайте я вам расскажу сначала о той статистике, которая у нас была и которая продолжает действовать, а потом расскажу о той статистике, которая у нас добавилась. Итак, статистика контента у нас появляется вот здесь, ну, собственно, она здесь помечена, на отдельной вкладке личного кабинета, которая называется статистика, и содержит четыре подвкладки. Вот эта вкладка не считается, она существует для совместимости с давними нашими подписчиками, когда-то у нас была возможность с использованием специальных кодов скачивать ресурсы, но это было очень давно. Ну, то есть, это элемент меню, который существует исключительно для совместимости. Вам он вряд ли потребуется. Первая и наиболее информативная часть статистики это просмотренные ресурсы. Просмотренные ресурсы содержат информацию. Да, вы должны сначала настроить начало периода, конец периода, вот, ну, или выбрать краткая форма или подробная форма, вот здесь галочка такая, которую вы можете выбрать. Вот, далее, у вас появляется информация об изданиях и о том, сколько просмотров у этих изданий есть. Если вы нажимаете на вот эту кнопку с изображением книжки, появляется подробная информация, которую, в которой хранится также информация о том, какой именно читатель эту книжку заказал и какие страницы он открывал. Вот такая информация. Вот видите, тут вот, например, по вот этой книге у нас вот такой пользователь открывал вот такие вот страницы. вот, то есть этот вид статистики, он у нас агрегирует статистику по ресурсам. Да, снизу этой статистики также есть информация, вот просто снизу этой страницы есть информация о просмотренных разделах, то есть разделы, имеются в виду разделы нашего каталога, по разделам сколько каждый раздел имеет просмотров за тот же самый промежуток времени. Статистика посещений. Это статистика по пользователям, то есть здесь агрегируется информация по конкретным лицам, которые заходили в нашу библиотеку и оставили в ней какой-то след. Вот, также здесь заполняется информация о начале и конце периода. Здесь вы должны выбрать диапазон группировки, возможные варианты месяц или неделя. Имеется в виду, что группировка внутри вот этого периода, который вы только что выбрали. Вот, ну и здесь вот информация по типам пользователя. Организация, это, ну собственно, это все библиотекари, корневые пользователи, далее все преподаватели и все студенты. Ну и видите, тут мы выбрали диапазон группировки месяц, соответственно, информация по августу, сентябрю, ну и все. Да, и если нажать на кнопку подробнее вот здесь, то получится информация о том, какие здесь заходили преподаватели и сколько авторизаций за период у них было. Вот здесь заходили вот такие преподаватели. Это наш тестовый тестовый ЭБС, поэтому не удивляйтесь, тут достаточно мало народа. Вот, ну и то же самое по студентам. заходили вот такие вот студенты и что-то читали. таким образом можно посмотреть, какие преподаватели заходят у вас в систему, какие студенты заходят, заходят ли вообще, вот, ну и принять решение, соответственно, о том, что, может быть, вы недостаточно хорошо рекламируете ЭБС или по какой-то причине нет книг, которые нужны этим преподавателям. Вот, то есть, собственно, принять решение. Самый простой вид статистики это рейтинги. Это, собственно, ну, тут один рейтинг, на самом деле. Это рейтинг издательств. Соответственно, здесь просто прямой список, в котором есть информация о том, какие, опять же, за указанный период времени, какие издательства больше всего просмотров вызвали. Ну, соответственно, поэтому тоже можно принять какие-то решения. Я не говорил специально, но хочу отметить, что вся эта статистика, она может быть выгружена в виде Excel-файлов и, соответственно, проанализирована уже средствами Excel, если есть необходимость. Последняя вкладка, под вкладка, прошу прощения, вкладки статистика, это статистика Counter, и вот тут как раз есть некие новости. Сейчас я вам говорю о том, что у нас было уже достаточно давно, несколько лет. Это статистика по международному стандарту Counter, которая показывает в форме, в универсальной форме, по которой можно сравнивать статистики разных библиотек, выдают информацию, в данном случае по семи разным формам. Скачать можно только в Excel и, соответственно, использовать в Excel. Counter существует для того, чтобы можно было сравнивать электронные библиотеки друг с другом, так как внутренняя статистика библиотек по их собственное представление о статистике, она может отличаться, и статистика может быть несравнима друг с другом. А вот статистика по Counter уже будет сравнима. Так вот, что появилось нового у нас в последний момент? Вот смотрите, у нас появилась новая вкладка, которая, собственно, со временем заменит вкладку статистика. Называется она статистика APR, и в ней есть пункт, который действует уже сейчас, который называется Counter версии 5, то есть самый новый Counter самый новый формат Counter, вот, и здесь есть 5 разных вот здесь вот 5 разных отчетов, которые можно использовать. Впрочем, эти отчеты, сразу хочу отметить, они для человека не очень удобные, то есть они больше готовы к тому, чтобы их использовать их при неком машинном процессе, который будет их сравнивать. И поэтому на самом деле самый правильный смысл и самый правильный способ использовать отчетность по Counter это подключить нашу ЭБС к вашей системе статистики, которая, собственно, и будет эту статистику обрабатывать. Для этого есть здесь специальный ключ, сейчас я покажу, как он выглядит, если на него нажать. Вот это специальный ключ API, который надо передать специальному программному обеспечению, которое называется Sushi API. Вот так вот оно нам видно. это программное обеспечение специально создано для того, чтобы сравнивать, брать по вот этому ключу из разных электронных библиотек информацию и потом в визуальной хорошей форме это все показывать. Вот, так вот, наша ЭБС, у нее появилась возможность отдавать информацию внешним информационным системам по вот этому ключу, по согласованному протоколу и дальше уже с этой информацией можно делать что угодно, отправлять каким угодно системам и визуализировать каким угодно способом. Вот это то, что новое появилось у нас в в нашей статистике. Так, ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, это тоже некий наш старый старые возможности, которые назывались поисковые выборки, а также новые возможности, ну тоже не особо новые, но позже внедренные, это книжные полки, которые частично перекрывают друг друга по функционалу. в наших планах через некоторое время полностью отказаться от поисковых выборок и их функционал полностью перераспределить на книжные полки. Ну что же собственно такое поисковые выборки и книжные полки? Поисковые выборки это информация, которая агрегируется пользователями при поиске при поиске пользователь любого уровня любой роли может сделать выборку и сохранить ее у себя в личном кабинете. И эта выборка будет доступна как ему потом для дальнейшего чтения, так и библиотекарю, который видит какие поисковые выборки есть у у него самого, у всех преподавателей и также у всех студентов. Ну вот так это примерно выглядит. При поиске можно нажать здесь на галочку, дальше сохранить поисковую выборку и тогда в у вас в у библиотекаря появляется такая вот информация. Вот здесь есть вкладка такая в личном кабинете, которая называется «Мои события» и в ней можно выбрать поисковые выборки, дальше например выборки преподавателей, если вы хотите их посмотреть, выбрать конкретного преподавателя, выбрать ту выборку, которую он выбрал вот и собственно перейти к самой этой выборке и даже почитать книжки, если нажать, это кликабельный список. Вот. Ну а что более нового есть, это обобщение понятия поисковой выборки, это книжная полка. На книжную полку можно отложить не только из поиска, а из любого места, где книжку видите, вы ее можете добавить на книжную полку, а в остальном это примерно то же самое, но слегка отличается возможности книжной полки. Книжные полки пользователей пока не видны в личном кабинете библиотекаря надеемся, что это появится, по крайней мере, вот такие рекомендации с моей стороны нашим разработчикам были даны, они согласились, что это правильно. Вот, но книжные полки обладают еще одним хорошим свойством, тем, что ими можно делиться. То есть в остальном они подобны поисковым выборкам, то есть это тоже именованные списки, которые доступны в личных кабинетах того, кто их создал, но ими можно делиться. Вот видите, тут есть пункт скопировать ссылку и скопировать ссылку в принципе дальше любым способом информационным, каким угодно, хоть бы даже и через телефон эту ссылку назвать, но удобнее, конечно, переслать через какой-то мессенджер, высылайте группе своих студентов, либо другому преподавателю, либо вообще любому другому лицу, и по этой ссылке эта книжная полка становится доступным этим людям. Очень удобно для того, чтобы собирать комплекты книг для первокурсников, для тех студентов, которые учатся на какой-то конкретном предмете преподавателя, и потом этот преподаватель создает книжную полку и делятся со своими студентами, им уже не надо эти книги разыскивать. То же самое может касаться и библиотекарей, которым может быть удобным, ну, или их могут даже обязать создать, например, книжную полку для первокурсников, для первого семестра. Первокурсники, как известно, еще ничего не умеют, да, в том числе и ВБС еще ничего не умеют. Вот, поэтому для них очень важно книги иметь вот прямо, можно сказать, в одном клике мыши, да, и вот такая возможность появляется, если им скинута ссылка на специальный набор литературы, который важен для них на их первом семестре, например. Вот, что позволяет книжная полка, и вы видите, что ее функционал пересекается с поисковыми выборками, мы от поисковых выборок потихоньку будем отказываться и весь их функционал будем переносить в книжные полки. Ну, вот у меня, собственно, и все по нашей сегодняшней теме. Я готов ответить на вопросы. Если они у вас есть, мы с вами сегодня уложились ровно в час. Вот, а пока я вам готовлю информацию о сертификатах. Так, вот эта информация. Значит, сертификаты об участии можно будет приобрести вот по этой ссылке. Вам надо будет выждать примерно 3-5 минут, ну, на всякий случай можно и 10. После окончания мне от вебинарной системы потребуется информация, список участников сегодняшнего вебинара. Я эту табличку передаю нашему сервису выдачи сертификатов, и тогда сертификаты выдаются. Это занимает несколько минут, как правило, но иногда могут быть какие-то задержки. В остальном все очень просто. Набираете свой мейл, набираете либо свою фамилию и имен отчество, вываливается весь список посещенных вами Директ-Академии вебинаров, выбираете сегодняшний, появляется кнопка оплатить, оплачиваете любым удобным способом, лучше онлайн, конечно, ну, и после этого эта кнопка, еще раз проделываете эту работу, эта кнопка превращается в кнопку скачать. Все очень просто. Ну, что ж, и на этом, наверное, у меня все. Спасибо, что пришли на наш вебинар. Как известно, мы стараемся хотя бы раз в месяц, а то и чаще проводить вебинары, наши продуктовые вебинары от Директ-Медиа компании. Если будет что-то вас интересовать, вы захотите получить эту информацию, вы можете прислать нам свои предложения по вебинарам, и если для ваших студентов надо провести вебинар от компании Директ-Медиа, тогда через вашего менеджера заказывайте этот вебинар, мы его тоже проведем. Вот, ну что ж, на этом я завершаю наш вебинар. Всем спасибо, приходите на вебинары Директ-Академии, а мы постараемся. Давайте я в следующем снова покажусь, чтобы попрощаться с вами. Приходите на вебинары Директ-Академии, мы стараемся сделать актуально актуально вам. А если, кстати, у вас есть какое-то предложение по спикерсу, по спикерсу, или кто-то даже сам, может быть, хочет с какой-то интересной темой выйти, обращайтесь к нам, рассмотрим этот вопрос, и вполне возможно проведем вебинар с вашим участием. Всего доброго, до новых встреч в Директ-Академии. Продолжение следует... Продолжение следует...